всем привет добро пожаловать на мой канал алена нейлс в этом видео будем делать проображение на вот этих ручках буду выполнять наращивание форма стилет и если вам интересно оставайтесь со мной но я пока приступаю к подготовке ногтей я зашлифовываю ногтевую пластину пилочкой 100 на 100 бит делают аккуратно не нажимаю на ноготь также я убираю длину в ноль так как при наращивании она нам только помешает так проделываю со всеми ногтями хочу познакомить вас сегодня с юли это мастер маникюра она проживает и работает в испании рассказывать и показывает как выполнять маникюр как она это делает другой стране также у нее часто есть видео распаковки товаров привет рада приветствовать вас на своем канале подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео приятного просмотра сегодня у меня на маникюре ручки моего молодого человека зал что это безумно приятно именно вы видите что возле кутикулы я особо не прокрашиваю немножечко позже вы поймете ссылку на канал юлии вы найдете в описании под этим видео поэтому переходите по ссылке и подписывайтесь на ее канал сегодня кстати ко мне пришла новая клиентка я не снимала с ней видео так как там были ну слишком простые ногти просто french поэтому я решила что снимать это не буду и ну конечно же не как любому мастеру стало интересно почему клиентка ушла от своего предыдущего мастера так как работа была выполнена неплохо я не нашла чего-то там некрасивого либо плохого и мне стало интересно почему же клиент изменила своего мастера ну возможно хотела что-то взять на заметку для себя и как оказалось клиентки моей надоело отношение и и мастера клиентам и вообще ее поведение в это мастер не делала то что просят делать клиенты она делала то что нравится только ей то есть те цвета которые нравятся ей тот дизайн который нравится ей еще она говорила что она не любит френч делать поэтому она его вообще категорически не делала все бы ничего и я считала бы это нормальным если бы это были не клиенты а модели на модели конечно это бесплатная модель и она как бы то есть не на а вы делаете все что хотите на ее ручках но когда речь идет о клиенте а человеке который платит вам за услугу нравится вам это или нет вы должны делать то что делает хочет клиент если вы конечно можете это сделать я имею ввиду там в плане дизайна какой-то рисунок и так далее и тому подобное ну в общем оказалось мастер ужасно не любила синий цвет не любила френч и она говорила всем то всем подряд отказывала выполнение этого дизайна этого покрытия и на что клиентки просто надоело и она решила сменить мастера все время она была какая-то раздраженная какая-то нервная видно было что работа ей не в удовольствие ну в общем это все что я услышала от клиентки и собственно пересказываю вам кстати в моей практике часто случается такое что приходит новый клиент и он как бы даже боится мне сказать о своих вот уже пожеланиях о том что хочет какую длину какую форму какой дизайн и для меня это удивительно потому что но мы мастера должны как-то взаимодействовать со своими клиентами должны делать то что нравится им потому что человек в первую очередь делает эту делать покрытие для себя для того чтобы нравилось им они нам они делают это не для нас они делают это на своих руках на своих ногтях и они еще за это платят нам деньги то есть мы обязаны доставить клиенту удовольствие сделать все чтобы ему понравилось они наоборот мы получается за за деньги клиентам и еще там что-то можем перебирать и в общем это для меня если честно мне кажется если начну об этом говорить мне не хватит просто видео потому что это ужасно я считаю мастера не должны так поступать если вам не нравится там тот или определенный вид дизайна берите моделей работайте с моделями тогда зачем вы берете клиента которые оплачивают вам услугу говорится кто платит тот и заказывает музыку и так себя вести ну по отношению клиенту это конечно же недопустимо что вы думаете по этой всей ситуации возможно я в чем-то не права и есть такие мастера среди тех кто просмотрел это видео кто тоже клиенту в чем-то отказывает если это действительно так то напишите просто в комментариях почему вы так делаете и вообще опишите свою ситуацию в целом мне будет очень интересно я думаю не только мне пообщаемся давайте на эту тему ну в общем а я уже здесь выполнила наращивание здесь у нас готовы подложки и сейчас я приступаю к основной архитектуре я буду добавлять объем геля объем материала буду устраивать апекс и формировать нужную высоту делаю я это обычным жидким гелем это гель от силкар берите гели силкар только лет серии потому что серии уф меня гели разочаровывают к сожалению кстати по поводу гелия сейчас я работаю в основном по четыре ногтя сразу и отдельно большие потому что на улице холодно кстати у нас холодно эту тепло то холодно и плюс еще много снега выпало и вообще он тут а это замерзает это это замерзает в общем добраться какую-то часть города вообще очень проблематично а какая погода у вас вообще интересно узнать кто где живет и кого какая погода сейчас у нас вот снег то слякоть то снег ну в общем очень меняется сильно погода я нахожусь харьковской области это украина где находитесь вы и какая погода у вас все гели уже есть на всех ногтях и я приступаю к пилу конечно же после того как я сняла липкость еще у меня произошла такая ситуация с вот этими белыми перчатками это по моему латексные перчатки они называются и они с тальком это ужасно я вам не рекомендую перчатки с тальком давних не потеет рука в них не жарко но это скорее всего будет актуально к лету ну я вот ими попользовалась я купила себе упаковку и уже к концу упаковки у меня просто начали чесаться руки я даже испугалась подумала что это аллергия уже началась я не знаю это была какая-то симптомы какие-то начало аллергии либо просто этот тальк настолько сильно высушил мою кожу у меня очень сильно чесались руки и было жжение это очень неприятно я прям все крема которые могла использовала все которые получала на обзор уже все испробовала в общем это ужасно поэтому я вам не рекомендую перчатки с тальком берегите свои руки и не нужны они вам берите обычные нитриловые без талька они намного приятнее но я уже завершаю свою работу мне осталось перекрыть ногти топом подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео но я с вами ненадолго прощаюсь очень скоро мое новое интересное видео всем пока а